доброе утро уважаемые трейдеры приветствую вас в начале очередной торговой недели как вы видите теперь я снова а в строю анализируя рынки вместе с вами уверен то что информацию которую давали мои коллеги было вам более чем достаточно вы хорошо ориентировались фундаменте никакой более менее значимый фундаментальный отсчет не остался без вашего внимания вы знаете что произошло что легло в основу движения финансовых инструментов последних нескольких недель и наверное уже в какой-то мере познакомились с содержанием экономического календаря текущей недели и тоже знаете в принципе зачем мы будучи фундаменталистами собираемся охотиться предстоящие пять дней за что мы обязательно будем цепляться чтобы использовать для оправдания опять же наших торговых позиций и рекомендаций вот отсутствовал я полторы недели друзья но в целом на рынке произошли определенного рода изменения это изменение характерные для динамики рисковых инструментов но согласитесь это как раз то что мы с вами вместе прогнозировали потому что видели и евро и фунт только а в числе фундаментальных аутсайдеров и те события которые случились они только усилили опять же представление и веру в то что эти инструменты должны находиться гораздо ниже текущих значений по евро мы постепенно смещаемся к нашей среднесрочной цели которая в принципе для многих является долгосрочным ориентиром мы хотим видите а курса евро доллара ниже отметки 1 12 и уж совсем будет супер если мы дотянем до уровня 1 10 хотя фундамент последних недель явно указывает на то что вероятно евро может и не остановиться на в районе поддержки 1 10 по фунту заложники также как и сам фунт а мы будучи трейдерами которые следят за ситуации вокруг брекзита вот этих политических интриг которые сохраняются давит на британца я надеюсь то что вы вместе со мной и вместе с моими коллегами оставались реалистами и понимали где скрываются основные риски для британцы почему не стоит делать акценты на то что этот инструмент может восстановиться по доллару ситуация очень интересная мы сейчас поговорим с вами про инверсию кривой доходности я просил опять же коллег сделать на это акцент потому что это очень важно мы фактически с вами свидетели сейчас исторических событий потому что последний раз такая ситуация по доходности бумаг с быстрыми периодами погашениями то есть краткосрочных облигаций долгосрочных поменялось местами то есть сейчас за краткосрочные бумаги их доходность точнее выше чем долгосрочных и это конечно же очевидный признак предшествующей приближающейся рецессии но сейчас нужно ли нам еще одно доказательство того что мировая экономика переживает не самый лучший период лично мне не нужно друзья потому что я даже не дожидаясь этой самой инверсии по доходности он говорил вам еще в конце прошлого года но все к этому идет и в принципе сейчас просто то что должно было произойти я надеюсь то что это для вас не рыночные откровения вы вместе со мной были верны тенденциям которые формировались на протяжении многих месяцев и сейчас мы просто пожинаем плоды адекватного анализа и верно сделанного расчета на то что какой-то из инструментов должен находиться на определенном уровне ладно друзья давайте поговорим теперь о содержании сегодняшней торговой сессии день обещает быть жарким в принципе как и неделя вся ведь у нас первый такой календарный маленький забег из четырех крупных шагов всего месяца связан с выходом данных по нон фарм пэрлс эти отчеты рынка труда а сша сначала и дп потом нонки они безусловно влияют на доллар но я сразу наверное предлагаю опустить сейчас сам факт выхода статистики наблюдать только за тем что происходит с доходностями американских облигаций потому что мы кроется ответ на вопросы где мы должны ловить американскую валюту дальше сегодня друзья для тех кто все-таки ориентируется еще на британскую статистику индекс активности производственном секторе в 12 30 по московскому времени точнее в 11 30 15 30 у нас выйдут данные по роничным продажам сша в 12 00 обязательно нужно будет сделать акцент на статистику по инфляции еврозоны это очень важно а в свете крайне удручающих релизов по активности потребителей по бизнес оптимизму который который как серии отчетов были опубликованы на неделе минувшей и также сегодня еще в 17 00 а из м производственном секторе разгона инфляции статистика которая повлияет на доллар давайте теперь крупными мазками шагами пробежимся по тому что произошло на ключевых рынках представляющие для нас интереса позже на следующих брифингах я буду скажем делать акцент на более детальные события но сейчас стоит еще вспомнить что произошло за последние полторы недели потому что мне очень важно друзья чтобы вы понимали именно с какой фундамент сейчас является топливом для движения инструментах чтобы вы ничего не забыли чтобы ничего не выпало из вашего поля зрения нефтянка это рынок где борются покупатели продавцы при этом если сейчас задаться целью и натравить их друг на друга то в принципе и у первых и у вторых будут неплохие аргументы чтобы отстаивать свою точку зрения ну в плане того быки будут настаивать на то что нефть должна вырасти медведи будут утверждать что больше шансов у нефтянки снизится я соглашусь с этим на что фундамент но очень неоднозначный кстати вот на прошлой неделе у нас данные были по запасам друзья плюс 2 и 8 миллиона рост запасов мы ориентировались на снижение поскольку в принципе статистика не оправдала наших ожиданий а цены на они все оказались под давлением при этом был и компенсата такой фундаментальный это признаки сокращения мирового предложения не забывайте ни в коем случае про это поскольку активности усилий опек они очевидны по снижению мирового предложения в целях создания условий для роста котировок нефти сюда также можно отнести еще и асцензионную тематику сша против ирана и венесуэлы это вот первая скажем база такая фундаментальный аргументов в пользу роста и соответственно в пользу снижения также на чашах весов есть еще фундамент с одной стороны это интервенции трампа тоже просил о них поговорить вместе с вами и я знаю то что на них был сделан акцент интервенции которые направлены на снижение цен на нефть поскольку трамп критикует опека призывает вас их а точнее начать и основа увеличивать производство нефтедобычи и здесь тоже есть нейтрализатор казалось бы этот фон на котором котировки могут сильно просесть но собственно под конец прошлой недели на рынок пришли новости о о том что сша и китай снова достигли определенного прогресса в переговорах и вроде бы какая сейчас есть даже детальная конкретика такая о том что китай увеличивать закупки сельхозпродукции китай призывался заключить и заключил по моему уже многолетний контракт на закупку жиженного природного на газа из сша там стоимость контракта несколько десятков миллиардов долларов а также китай пошел на уступки по очень очень спорному и очень острому на вопросу касательно интеллектуальной собственности но в то же время китай настаивает на том чтобы сша полностью отменили ранее введенные импортные пошлины а мы помним то что трамп утверждал еще две с половиной недели назад о том что пошлины останутся в силе в течение длительного периода времени друзья вроде бы как позитив есть но я просто обязан сделать акцент на то что если бы все-таки этот прогресс был тем самым который наверное должен бы лечь в основу разрешения вот этой спорной ситуации то сейчас мы бы с вами ждали неочередной этап переговоров а скорее всего уже встречу на высочайшем уровне лидеров сша китая только для того чтобы уже подписать себя торговое соглашение но ведь вы знаете что эта встреча даже пока и не анонсирована поэтому есть еще пункты этой повестке обсуждения вопросы по которым бодаются и несмотря на тот фон который вчера был я бы пока не стал транслировать так вот позитив что мы можем мы говорить о неизбежном соглашении можем говорить о том что настроение на рынках улучшится ничего подобного пока этого нет поэтому на фоне неоднозначного фундамента который сложился по рынку нефти я предлагаю сейчас зацепляться за локальные цифры за статистику все-таки причин почему к примеру рынок нефти и в целом котировки бренды нужно покупать я уже приводил а много в частности интересный также релиз и бейкер-хьюз на прошлой неделе который снова указал на сокращение количества нефтиных терминалов в сша в целом первый квартал стал результативный для бренда и для wta очень результативно между прочим рекордные показатели по росту за последние 10 лет а потому что wta по моему прибавил около 35 процентов по бренду чуть с камней результат но все равно рост на 25 процентов и это на мой взгляд все следствие действия энергетического пакта который как вы знаете сейчас актуален и через за некоторое время спустя месяц небольшим мы с вами скорее всего будем обсуждать возможности расширения периода действия этого соглашения и может быть даже шаги которые станут предполагать больше ограничения производства нефти поэтому пока что давайте ставить на рост котировок мы снова приближаемся к 70 друзья нам больше не надо я очень надеюсь выжать из нефтянки вот этот уровень 68 14 сейчас это то что настраивает на такой позитив доллар иена 111 я американца как продавал так и продолжать продавать потому что десятилетки сейчас находится на уровне 243 процента темпы экономического роста разочаровали два и два процента с двух и шести потребительские расходы тоже потом поражение снизились 2 и 8 до двух с половиной процента я делал акцент на инверсию куревой доходности это очень важный момент друзья это значит то что большинство участников рынка не хотят иметь ничего общего с краткосрочными облигациями потому что понимать что все риски будут реализованы вот-вот и так уж сложилось исходя из накопленного опыта действительно мы можем говорить когда на рынке доходности облигаций возникает подобная ситуация это очень серьезный предшествующий сигнал приближающейся рецессии очень важный тоже аргумент почему все-таки нужно видеть больше сейчас по американской экономике и наверное еще раз обращаясь к последним заявлениям федрезерва осознавать почему американский регулятор больше не будет повышать процентные ставки очень важный фон пятницы я надеюсь вы его не проигнорировали он не остался незамеченным это комментарии советника белого дома комического советника лари кудлоу который комментировал ситуацию по действиям федрезерва отметив то что американский регулятор зашел далеко о вопросах ужесточения политики лично он считает и даже уверен то что фрс а не то чтобы в ближайшее время вот в ходе следующих реальных изменений корректив монетарной политики поднимет уже вопрос не о повышении процентной ставки а снижение процентной ставки согласитесь если это случится доллару конечно же придется не сладко и в принципе американская валюта которая оппозиционно должна испытывать давление того что происходит на рынке долга может оказаться еще ниже поэтому будьте внимательны и я советую не игнорировать все что я сказал по доллару по доходности облигаций потому где сейчас находится десятилетки и даже несмотря на то что на рынке есть оптимистичные ожидания по предстоящему релизу информ пирс я бы все-таки настаивал на том чтобы доллар сбрасывать со счетов фунт против доллара 130 44 мы провалились на прошлой неделе к поддержке 130 это тоже на мой взгляд ближайший лишь перевалочный пункт потому что цель остается той же что и раньше мы снова хотим попытать удачу при тесте поддержки 128 на рынке за время моего отсутствия было несколько позитивных ожиданий во первых то что на минувшем саммите ес казалось бы тереза мэй должна была обратиться к брюсселью и обозначить очень такой очень важной оповесткой обсуждения что нужно перенести именно официальный выход англии состава с на более продолжительный период там буквально на однако этих запросов не последовало и тут же все сфокусировались на еще одном голосовании по который как вы знаете уже третье подряд провалилась с отрезком для терезы мэй хину я надеюсь то что вы прекрасно понимали изначально что к этому все идет но как можно было рассчитывать на то что соглашение примут если в нем нет никаких изменений по сравнению с голосованиями которые прошли в январе и в марте поэтому для меня не было никакой новости что соглашение завершилось тем что парламент не одобрил сделку мэй с брюсселем в принципе мы основу окунулись с вами в риски серьезнейшей политической неопределенности сейчас по дорожной карте по идее если бы соглашение завершилось положительно то есть если бы парламент одобрил сделку правительства то дата выхода англии составу с было бы назначено на 22 мая сейчас мы работаем уже с периодом по короче 12 апреля то есть фактически меньше чем через две недели мы должны получить какую-то конкретику что будет дальше но на мой взгляд эта конкретика будет только усиливать риски поэтому по фунту неопределенности о которой я говорил уже не раз ратификации соглашения нет и вряд ли будет мы можем говорить об высокой вероятности жесткого брэкзита и то что тереза мэй уже предпочитает не давать активно конференции наверное она осознает что ее политическая карьера уже закончена поэтому ближайшее время возможно рынок потрясет еще и разговорным темами связанными со отставкой терезы мы и назначением нового на правительство ждем фунт гораздо ниже друзья я советую уловить его ниже отметки 1 на 28 евро против доллара 1 1236 и лук прошлой неделе 1 1209 цель я напоминаю были ориентиры 1 12 11 я лично будет бежать а пару до уровня 1 10 индекс доверия потребителей на прошлой неделе минус семьи 2 индекс делового климата на очень скромном значении 053 построите графики всех этих индикатор вы поймете что тенденция нисходящая индекс настроений промышленности 105 и минимальное значение с шестнадцатого года снижение продолжается 9 месяцев подряд и очень важным событием для евро было выступление пресс-конференции драги на прошлой неделе где он опираясь на все вот эти слабые цифры подтвердил что ставки будут оставаться низкими в течение гораздо более длительного периода времени ниже чем предполагали пессимисты а я говорил про это друзья еще в конце 2018 года не понимая как вообще можно было ставить на то что европейский центральный банк повысит ставки а в середине 2019 года вы видите что происходит в плане экономической конъюнктуры и вы понимаете я надеюсь что исходя из-за контраста политики того что творится вообще в еврозоне пересмотренные прогнозы экономического роста скорее всего ухудшение дальнейших показателей все это не позволит европейскому центральному банку отказаться от мягкого экономического режима поэтому по евро мы ориентируемся также на снижение по другим инструментом друзья тогда давайте подключим их основах нашим брифингом позже на этой неделе поговорим и про австралийц кстати завтра на азиатской сессии решение по ставке я надеюсь то что на брифинге у нас будет с вами снова возможность говорить о близости поддержки 070 которая пока что никак не дается медведям по канадцу также поговорим сейчас на канадца больше влияет нефтянка мы не сделали цель 135 хотя были очень близки 50 минут всего лишь не хватило сейчас откатились но еще друзья не вечер ну и также поговорим про американский фондовый рынок и проще инструменты которые мы периодически захватывали новооценку ситуации и анализ того что происходит ценовой динамике в общем друзья за подробностями приглашаю вас на следующий брифинг на этом собственно все большое спасибо за внимание всего доброго до свидания